Лекция на тему принятое снаряжение сапёра и правила обезвиживания бомбы. Давайте перейдём из шала к сапёру, да. Снаряжение сапёра состоит из защитного костюма, датчика ДС, холла, резиновые перчатки, сапёрный набор, сапорный... тьфу, блядь, сапорный... Сапёрный набор состоит из грузового подсумка с системой крепления Молли, Второй планшет для подрывников Новый дополнительный планшет, функцией которого выполняет патронтаж на приклад под нарезанные патроны. В нём можно разместить 10 взрывательных серий MOVE, а на полукольца прикрепить R- и T-образные предохранители, а также набор прочных английских булавок, которые выполняют функцию предохранителей во взрывателе MOVE. Четвёртая оправка для взрыв... для взведения... для взрывателей MOVE, детонаторы обладают очень сильной причиной, а ударник может проникнуть... проникнуть палец до кости, поэтому для безопасности взведения лучше использовать оправку, которая сбережёт руки и сэкономит время. Мультитул Леот Херман или Ганза, универсальный инструмент с набором B для выполнения самых разнообразных задач. В силу своей универсальности мультитул носится в кармане, а не в сумке. Кусачки-бокорезы электротехнические с изолированными ручками для работы с электропроводом. Обжим для изготовления зажигательных трубок. Только с обжимом эта процедура является абсолютно безопасной. На каком-то учебном видео он видел, как сапёр радикальной группировки «Правый сектор». Использую для обжима обычные плоскогубцы. Такой способ возможен, но потенциально опасен. Потом идёт... Ну, это всё то, что в сапёр набор ходит. Нож для вспомогательных работ. Катушка с проводом для мин натяжного действия серии POMZ и OMZ. Изолента, измерительная рулетка, планшет для чек и карабинов, используемых для взрывателей серии MOV. Планшет содержит карабины для мин натяжного действия, предохранительные втулки для взрывателей MOV и длинные шпильки, которые служат для крепления. Потом катушка со шпагатом и грубыми нитками для проведения различного рода крепёжных работ. Катушка карпоновой нити, пенал для сапёрной спички и фонарик. Вопросы есть по лекции? Нет. Лекции... А, нет, стоп. Да, ещё как идёт ход взрывателей. Ну, как обезвяжется бомба. Вот. Вы, получается, видите бомбу. Вот. После чего раскладываете сапёрный набор, достаёте оттуда перчатки, надеваете перчатки, достаёте датчик ЭДС. Прикладываете датчик... Включаете датчик ЭДС и прикладываете его к первому проводу, да, там, красный, например. Вот. Если датчик ЭДС показывает удачно, ну, то, что идёт много энергии через... Зелёная лампочка. Да, 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 вот, то вы режете этот провод. Если нет, то переходите к другому. Вот. Фонарик используйте, если это потребует ситуация. Если, например, вы где-то находите... Будем бы находиться где-то в торговом центре в подвале, да, в подвале нету света, вот, например, да, и тогда уже помогает вам фонарик. Вот. Но перед перчатками надо одеть сапёрный, этот, получается... Сапёрный костюм. Это очень обязательно надо, потому что могут быть случаи, когда... Ну, когда бывают плохие последствия. Вот. Просто есть какие-либо по лекции? Ещё вас прошу. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо. Продолжение следует...